Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства, время работы, время возможностей начался очень бодро. С офисной зарядки, крепкий дух и тело – залог здорового предприятия. Работодатели и все желающие могли активно провести утро перед началом ярмарки вакансий. Да, так получилось, что я был одним из первых, кто принял активнейшее участие в возобновлении производственной зарядки на территории Ульяновской области. 15 минут в начале рабочего дня у нас начиналось все на производстве. Но сейчас в течение рабочего дня, то есть у нас подговоренность с руководителями, есть 15 минут для того, чтобы работники еще и помимо того, что утром начинали свой рабочий день с производственной гимнастики, они бы еще и в течение рабочего дня уделяли 15 минут для того, чтобы, так сказать, размяться. После бодрого начала все переместились за рабочие столы. Представители предприятия проводили быстрые собеседования с соискателями и приглашали на работу. Здесь же можно было задать все интересующие вопросы по вакансиям и условиям труда. Ульяновская трикотажная фабрика «Русь» приглашает швей, учеников швеи, упаковщиц, на утюжку и наладчика швейного производства. Но очень актуальна профессия швеи, которой нам не хватает. У нас заключен государственный контракт согласно до конца года и есть уникальная возможность заработать достойную заработную плату. К дню легкой промышленности у нас был конкурс и по итогам конкурса средняя зарплата швеи составила 50 тысяч. Засвиярский отдел полиции приглашает на службу, на должности полицейских, патрульно-постовой службы полиции, дознавателей, следователей, оперуполномоченных отдела уголовного роста участковых, полномоченных полиции. Им должны обладать кандидаты как стресса, устойчивость, работать в условиях многозадачности. Заработная плата у нас составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Выпускники вузов и те, кто ищет работу, обращают внимание на достойную зарплату и соцгарантии. Для тех, кому интересны новые знания, работали площадки, которые приглашали получить еще одно образование, пройти курсы и мастер-классы. Различные мастер-классы по кондитерским изделиям, просто по поварским изделиям. У нас очень много мастер-классов, например, вчера был мастер-класс. Мы делали кондитерские изделия на тему лес. Просто нужно записаться, позвонить и уточнить, когда нужно прийти. Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который проходил в апреле этого года, показал, что такие мероприятия эффективны в поиске работы. Помогают жителям региона развивать свои компетенции и осваивать новые профессии. В прошлый раз более 30% безработных нашли для себя подходящую вакансию и успешно работают на предприятиях города. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.